Доброе утро, друзья! С вами Игромания. На дворе 21 декабря. Рек увидел Бога. Наверное. Мы вернулись с передачей Игроманию утром для того, чтобы рассказать вам самые свежие, классные и актуальные новости. С вами Артавас Муродян. Захар Бочаров. И Василий Копейкин. Самые свежие и актуальные за прошедшие дни. Да, самые свежие и актуальные новости за эти выходные. Быстро напомним про скидку с магазина. Меня раздражает. Да, я вижу, да, тоже боковым зрением. У меня тоже. У нас моргает свет, но что поделать? Причем он не моргал. Ты зашел, он заморгал. Это моя сильная аура. Заставляет его моргать. У нас действует скидка с магазином бесит. С магазином gtoe.com при оформлении предзаказа на русскую версию игры Deus Ex. Манкайн... Дай эту штучку, пожалуйста. Вот эту? Да. Продолжай. Манкайн Дивайдед? Не помогло. Вводите код игр М... Забейвай. Нет, игр DE и вы получите 15-процентную скидку на игру. Акция действует до 24-го декабря. Да, осталось всего несколько дней, поэтому... Хотите, чтобы было больше скидок в следующем году? Вводите с теми, чтобы в этом... Мы перешли, да, в режим хардкорного маркетинга. Если вы хотите, чтобы было больше, покупайте. Нет, вообще Deus Ex хорошая игра, поэтому пусть и выходит в конце августа теперь, зато гарантированно будет хорош и неплохо подготовиться к тому, чтобы... Хороший вопрос в чате. Да. Захар, почему ты выглядишь как сутенер? У меня есть на это даже ответ. Ну, интересно, у меня нет. Если бы все сутенеры выглядели как Захар, мир стал бы чуточку лучше. Спасибо, Арик. Я не ожидал от тебя таких теплых слов. Ну, просто у Захара нет полой шляпы и фиолетового пиджака. К сожалению, с пером. У меня есть только перо. Я вчера дома искал, нашел только... У нас, кстати, я вру, пера нет, есть только шляпа. Ладно, в любом случае, это все. А, у нас в паблике, вики.ком.слэш игромания, игромания.дейли, скоро начнется новогодняя акция, сравнимая с прошлым годом. Мы будем раздавать по одной стимовской игре каждый день за репост. Это начнется в ближайшие дни. Пока что я не могу сказать, когда точно. Но скоро, поэтому подписывайтесь и будьте... Но я могу сказать, что начнется сегодня. Точнее, ты можешь сказать. Да, естественно. Мы переходим к основному блоку. И первая новость связана с игроманией. Как я сказал, как диктор телеканала НТВ. Игромания проведет новогодний марафон с раздачей подарков. Да, вот этот вот человек, который сидит справа от меня и который почему-то еще не уволен, подготовил для вас прекрасную новогоднюю аренду. Ты оказал сутенер вообще, да? Нормально? Есть три вида бизнеса, которые никогда не иссохнут. И один из них тот, который ты назвал. А другие я не могу назвать в прямом эфире. Ну, ты понял, я думаю. Хорошо. Тогда после эфира. Я догадаюсь. После эфира. Итак, новогодний марафон. Что, естественно, скоро Новый год. До него осталось 10 дней, всего ничего. 10? Да. Зачем я так себе подставляю на даты? Я просто не понимаю. Естественно, мы не могли обойтись без сюрпризов. В этом году это марафон. Ну, не только он, но первая наша активность. На нашем Twitch-канале, который вы сейчас смотрите, если вы смотрите в записи на YouTube, то это www.twitch.tv slash игромания. Пройдет новогодний марафон. Ну, уже проходит, потому что начинается сегодня. Целыми днями мы будем транслировать старые и новые игры, а также общаться с интересными гостями. Помимо этого мы еще и призов раздадим. Да, помимо этого мы раздаем призы, потому что это Новый год, все должны получать подарки. Да. Прямо вот. Да. Генеральным спонсором наших стримов выступит сервис gog.com, поэтому в первую очередь дарить мы будем игры. Игры, и вы все любите игры. Единственную, первую единственную. Игры, только игры. Зачем что-то еще? Зачем что-то еще? Что может быть лучшим подарком на Новый год, чем игра? Поэтому обязательно присоединяйтесь к нам на нашем Twitch-канале. Да, будет интересно, будет необычно, сразу скажу. Будет весело. Будет необычно. Это не просто будут стримы старых новых игр. Да. Это будут необычные веселые стримы новогодние. Это будут необычные новогодние стримы. С новогодним духом. И сегодня новогодний дух начнется во сколько? В три часа дня. А в остальные дни в два часа дня. А в остальные дни в два часа дня. И это будет просто стримиться. И это будет типа с трех и до позднего вечера. И пока охранник не скажет, почему вы тут сидите. Что случается довольно поздно. В общем, да, активность такая необычная. Twitch у нас активно развивается. Первый год мы такого еще не проводили. Поэтому для нас самих это тоже в каком-то виде эксперимент. И надеемся, что вам понравится. Потому что будем очень сильно вкладываться во все это дело. Правда, Арик? Да. Захар даже посидит иногда постримит даже, наверное, да? Захар об этом не знал. Но да, он посидит, постримит, конечно. Да нет, я тебя не заставляю. Новый год же все-таки. Я добрый. Знаем мы твой. Я тебя не заставляю. Да, загляну тоже. Я думаю, и Георг заглянет, и Вася заглянет. И все заглянут, все, кого вы любите, знаете и хотите потрепать по пузику. Готовьте ваше новогоднее поздравление для игромании. Да, цензурное. А то от обилия чувств может случиться всякое. Да, начинается сегодня в 3. Не пропустите. Будет очень круто. Будет очень круто и щедро. Следующая новость сразу. К делу. К делу. Rocksteady выпустит последнее обновление для Batman Arkham Knight. Я сначала подумал, что речь идет о ПК-верхе. Я тоже, кстати. Я тоже. Но нет. Но нет. Про нее уже забыли. Да, да. Про нее забыли, как про страшный сон. Rocksteady Studio сообщила, что обновление Season of Infamy Most Wanted для Batman Arkham Knight выйдет 22 декабря. Завтра. Да, завтра. И станет последней. Последней. Да. В игре появятся 4 новые миссии. Бэтмен в новом костюме, который будет позаимствован из фильма «Темный рыцарь». Господи, Кристофера Нолана. Я уже совсем чуть имя не забыл. Кристофера Робина. Кристофера Робина. Да, Винни-Бух такой Бэтмен. Вот, кроме того... Герой, который заслужил этот город. Да. Кроме того, вернется скин Бэтмобиля из Batman Arkham Asylum. Вполне будет бесплатным для всех обладателей сезонного пропуска. А для всех не обладателей? Если бы для обладателей сезонного пропуска он еще и денег стоил. Можно передать привет Mortal Kombat X Combat Pack 2, который платный даже для тех, у кого был первый сезонный пропуск. Так что два сезонных пропуска это уже нормальная тема. Да, Бэтмен, ну... Я даже забыл, что он уже в этом году уходил, если честно. То есть настолько это было давно. Ну, и такая яркая вспышка на игровом небосклоне. Он такой пролетел, как комета. Кто-то успел загадать желание. Кроме обладателей БК. Которые загадали одно желание. Которое, я не знаю, насколько сейчас исполнено. В любом случае, наверное, неплохо. Я не следил за дополнениями. Слышал, что дополнение про Бэтгерл получилось... На 6,5-7 где-то. Ну, такое, то есть средненькое. 6,5-7? Я вспоминал, да, просто. 6,5-7, да. Я слышал, что наконец-то тем, кому обещали подарки за плохую ПК-версию, вроде как довезли эти подарки, везли, видимо, физически. Потому что очень долго. В грузовиках. А что за подарки-то были? Ну, там, что там было, Вася, не помнишь? По-моему, еще две игры про Бэтгерл. Все предыдущие... Тебе начислили их тоже? Не знаю, у меня практически все было. А, у Васи все было, поэтому он не знает. Мы должны были в этот, как его, в инвентарь со всей силы кинуть, мне кажется. Ну, вот в чате писали, где же, где, а потом в какой-то момент кто-то начал писать, что... О, наконец-то, воживот, да. Хорошо, последнее дополнение для Бэтмена. Наверное, Rocksteady сама больше не будет делать игр про человека в костюме летучей мыши. Да, но в любом случае, как-то логично, да, завершается... Франшиза будет жить. Да, франшиза наверняка будет жить, завершается год, завершается история Batman Arkham Knight. Игра вышла, напомним, на консолях в июне, на ПК тогда же, потом ушла, потом появилась снова в октябре, по-моему, если я не ошибаюсь. В общем, она нас радовала долго. Да, долгое время она была поводом для бесед. Игра неплохая, но просто, наверное, кто-то ждал чего-то более прорывного. Да, я сейчас, смотри, я в футболке. А, ну да, кстати. Кто-то ждал чего-то более прорывного. Возможно, не всем понравился и Бэтмобиль, не всем понравился большой фото. У многих прорвало все нормально. Прорывное, оно спровоцировало прорыв. Я знаю многих людей, которым понравился Бэтмобиль, мне тоже умеренно понравилось, но я не допрошел, потому что на каком-то моменте просто... Я прошел. Надоел, я видел. Я помню, помню концовочку. Ладно, задний двор. Новость про задний двор. Новая рубрика «Задний двор». В Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 будет выполнять функцию лобби. Я рассказал... Ну, новость, без которой нельзя было жить просто, естественно. Главное новое... Новость, без которой нам не жить. Да, именно. Новость про задний двор. Я рассказал о локации Backyard Battleground, что на русский переводится как «задний двор». Plants vs. Zombies задний двор 2. Задний двор, тот самый задний двор, станет игровым лобби. Отсюда игроки будут уходить в онлайн. Здесь же разместятся стенды всех открытых персонажей. Проникнем в онлайн через задний двор, если ты понимаешь, о чем я. Надеюсь, там будет локация «Черный ход». И таблица рейтингов. Кроме того, на заднем дворе постоянно будут происходить схватки. Между зомби и растениями. И к каждой можно будет примкнуть. А также пригласить... Примкнем к сражению на заднем дворе. Сколько смысл... Вас приглашает ваш друг Захар. Сколько смысла вообще в этой новости? Присоединиться к тусовке, да, на заднем дворе. А еще можно обойти дома героев из мира Plants vs. Zombies. И обобрать их. И взяться за выполнение... Уже не смешно, но смешно. Нет, у меня в самый раз. И взяться за выполнение одиночных сюжетных квестов. За их задний двор. Как дурачки просто. Как Бивис и Бакли. Релиз Plants vs. Zombies за задний двор 2 состоится 23 февраля. Ладно, чтобы не вводить в заблуждение. А то люди подумают, что она действительно переведет. Я думаю, многие играли в Garden Warfare. Это онлайн-шутер по мотивам... По мотивам великой игры Plants vs. Zombies. Как жанр называется? Tower Defense. Tower Defense, да. По мотивам знаменитой игры Plants vs. Zombies. Наверное, единственный Tower Defense, который я прошел целиком. В которой втайне играет ваша мама, когда вы ложитесь спать. То есть такая очень знаменитая казалочка. Вышла на всем, даже на Nintendo. И по мотивам его был онлайн-шутер, который был неплохим. От той же самой студии, которую вы сделали. И теперь Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Вторая часть, которая обещает во всем быть лучше первой. Что доказывает хотя бы наличие заднего двора. Да. Ура. 23 февраля. Да, обязательно подстримим, наверное. 23 февраля довольно популярный день релизов. С которого все уже перенесли. Поэтому, по-моему, кроме Garden Warfare. Чуть ли не единственная игра. Нет, что-то еще будет, что-то причем важное. Но я забыл, что. Ну, не 23 февраля. 23 февраля что-то будет. 23 февраля. Что-то будет, да. Но что-то перенесли, что-то осталось. Должен был, по-моему, Deus Ex будет и Mirror's Edge. Оно перенесли. Но еще что-то должно быть. Ну, по крайней мере, будет Garden Warfare 2. И подсолнушки очень рулят. Они такие симпатичные. Хочется им прям сядь и потрепать, и потрепать. Давай дальше. Желание настоящего сутенера. Да. Да. Следующая новость. Бобра. Связана, да, с добром и бобром. И вообще со всеми. Со всем, с чем только можно. Overwatch получил трейлер для кинотеатра. Подкрадывается. Подкрадывается Blizzard к задним дворам. Совершенно очевидно. Польс хайпер. Да, уже в кинотеатрах. Кстати. Перед сеансом пробуждения силы. Когда смотрю его второй раз. Сегодня, кстати, пойду в третий. Зачем? Хочется. Да, ну, невероятно. Тебе второй раз так же понравился, как первый? Слушай, чуть ли не больше. Серьезно. Я уже детали подмечал. Сегодня с семьей, короче, как в старые добрые. Вне суть. Перед сеансом в кинотеатре, а не будем называть каком, потому что, я думаю, это в многих кинотеатрах так, показали рекламу Xenoblade Chronicle Sex. Для меня. Нет, в моем так не показывали. И еще показали рекламу Armored Warfare, проект «Армата». То есть реклама игр в кинотеатрах, это становится постепенно каким-то, ну, нормальной темой, нормальной историей. Да. Ну, потому что они понимают, что много задротов пойдет смотреть «Звездные войны». Любители фантастики, да, будет много, и Xenoblade Chronicle Sex игра как раз в их тарелку, как говорится. По поводу «Армата» я не знаю, наверное, это рассчитано на родителей, которые вместе со своими детишками пойдут, посадят и такие «О, новые танчики». Ну, не суть, это автор. Ладно. Собственно, Blizzard представила новый трейлер Overwatch для кинотеатров. И, честно говоря, когда я читал этот заголовок, я рассчитывал на большее. То есть от трейлера в кинотеатрах ты привык ожидать, чего-то не отсутствует. Ну, да. Если ты объявляешь, что ты не готовишь трейлер для кинотеатров, это должен быть трейлер для кинотеатров, это должен захватывать дух и вообще быть лучше игры. Окей. Окей. Но, например, трейлер «Звездных войн» лучше, чем фильм. Уходи туда. В заказ. Немедленно. Вот. Который будет... Собственно, в трейлере будет продемонстрированы герои объединенные, радостные и защищающие людей, спасающие, перечисляющие по одному слову каждое. Типа, мы храбрость, мы там шмабрость и так далее. Вот. Маркизала Кадвога. Я, ну, слушай, Blizzard тоже, ну, не постарались, на мой вкус, за этого трейлера. Он не впечатляет, но посмотреть его можно, он длится всего минуту. Возможно, в кинотеатре на большом экране это и впечатлить. Подождем, может, и до нас доедет. Почему? Ну, там показано, как они все вместе радостно сражаются со злом, почему они рассорились и начали сражаться между собой, как это происходит в самой игре. То есть там сюжетец. Сюжетец там, конечно. Это же обломки проекта Титан, поэтому неудивительно, что там есть сюжетец. Ну, я думаю, Василий успел показать трейлер, поэтому Overwatch выходит весной для ПК и консолей. Игра будет премиумная, то есть распространяется по платной модели, пока что никаких. Да, премиум игра, как это звучит? Просто игра платная. Вот и все. Ну, есть премиум, а есть фремиум, так называемый. Ну, ладно, не суть. Не, обычно премиум говорят, если есть. Прав, ты прав, ты прав, ты прав. Нет, я не прав, я просто объясняю, что премиум обычно есть, если в игре есть бесплатная часть. Понимаешь, что я? Если игра предуплея, то не можно купить премиум. Ну, ладно. А в данном случае только можно за деньги купить игру. Платная игра, все обновления, со слов компании Метелица, будут бесплатными. И персонажи, и арены, и все остальное. Все вообще, кроме скинов, которые будут, собственно... Кроме скинов, которые будут... В январе, в середине, возобновится бета-тестирование. В нем обещают показать систему прокачки, которую так готовит активно Blizzard. Да, о котором мы говорили в пятницу. О котором мы рассказывали в пятницу, да. Все, двинемся дальше, потому что новость просто прекрасная, роскошная. Обожаю такие новости. Швейцарец создал симулятор полета, который не поймут ваши близкие. Швейцарский художник, это важно, и изобретатель Макс Райнер разработал симулятор полета Birdly, позволяющий почувствовать себя свободно парящей птицей. Тут надо включить песню. В основе конструкции лежит подвижная платформа с функцией обратной связи. Выглядит это просто пипец. Как весь VR со стороны он выглядит просто пипец. Да, вот эта вот его жуткая уродливая сторона, которую пытаются все скрывать, что вы выглядите как фрик, когда вы находитесь в VR. В любом случае, предельную реалистичность... Фантастические фильмы, не врали. Просто вот я в такой позе, я не знаю даже, страшно представить. Глажу рубашки. Предельную реалистичность процессу позволяет придать гарнитуры виртуальной реальности, обеспечивающей визуальное и звуковое сопровождение. Ощущение усиливает встроенный вентилятор, подающий воздушный поток под соответствующим углом в ваш фейс, я так понимаю. Сейчас симулятор позволяет побывать в небе над Нью-Йорком, Сан-Франциско и Африканской пустыней. Однако географию полетов планируется существенно расширить. Тут эта новость... Пока игроки заценят, знаешь почему? Потому что можно посмотреть налево и направо и увидеть свои крылья, понимаешь? Хотя в некоторых шутерах даже ног нет, а тут крылья даже есть. Чтобы, да, эта новость совершенно не имеет смысла, пока вы не нажали на кнопку play и не посмотрели, как это выглядит. Потому что вас привязывают к доске, ваши руки привязывают к другим доскам, которые подвижны. Это ваши крылья. Выложите... Именно так выглядят ваши крылья, если вы... Лицом в VR, плюс на вас дует вентилятор. То есть это выглядит, как какой-то айтский девайс для пыток. Я все видео ждал, что сейчас кто-то подойдет. И смысл... И декусь, что, господи, где детонатор, вот что-то такое. Типа, говори мне, где он. Ну, на самом деле, это симулятор полета и возможность ощутить себя в воздухе. Птицей. Наверное, птицей свободно парит. Парящие в небе. Ну, потому что просто, ну, прости, господи. Была вот эта штука еще, знаешь, какая-то мембрана, на которой чувак бегал. Плюс у него какой-то обруч еще был. Я тебе больше скажу, когда мы были на Gamescom, Дима в эту штуку влез. Там, знаешь, там, значит, симулятор ходьбы, реально симулятор ходьбы, значит. Такая... Такой постамент, значит, с определенным, ну, с необходимым полом, таким плоским, беленьким, чистеньким и отполированным. Ну, типа, это, ну, беговая в каком-то смысле. Круглая, там, не совсем. Вот. Такая же, такие поручни, что, ну, на уровне пояса, чтобы ты никуда не ушел вдруг. Куча, там, проводов от VR-а. И главное прелесть в чем? Ты еще и на обувь натягиваешь такие черные бахилы специальные, которые соприкасаются с этой поверхностью. Как идиот, вот так ты бегаешь на одном месте, и тебе еще надо с трудом так... И, значит, я смотрю, как Дима Колганов просто, он влез в эту штуку, он говорит, ой, весело. Я смотрю, со стороны выглядит, как какой-то буйный, какой-то буйный, пытается выбраться из современной, не знаю, камеры смирительной какой-то. Не весело. Поворачиваться в разные стороны. Мам, мне весело. Ну, в любом случае, да, очень странные темы. Но, с другой стороны, наверное, для человека, который там находится, если на нее никто не смотрит, это действительно ощущается как полет. Мне нравятся такие темы. Я бы с такой штуку не полез, это точно. Да, полет, куда бы ты делся? Вот сейчас бы она стояла тут, прям вот первым. Мне нравится идея, что необычное ощущение, которое нельзя испытать другим способом, господи, другим способом можно испытать с помощью VR. Мне казалось, что я что-то сломал. Как всегда. Но только на сей раз нет. Смотри, вот он смотрит на тебя и плачет. А ничего... Ты сломал ему жизнь. Ты сломал ему голову. О чем мы вообще говорим? Швейцарец мне рассказал о том, поступит ли это вообще в открытую продажу и будет ли это как-то дальше образом монетизировано. Я надеюсь, что... Ну, то есть, наверное, штучный он продаст, а, ну... Это останется в его подвалах. Глобально никто это покупать не будет. Большая тайна от маркетолога диванного меня. С какими-то другими девайсами, которые нельзя показывать другим. Мои вкусы очень специфичные. Как говорили, цитаты великих швейцарцев. Ах ты, больной Захар. Ах ты, больной ублюдок, да. Надо сделать мемчик. Следующая новость про человека, о котором мы соскучились. Да, Кен Левин рассказал подробности о своей новой игре. Это не Биошок. Может быть, Биошок. Нет, не может быть. Ладно, я обманываю. Конечно же, это не Биошок. Создатель серии Биошок Кен Левин рассказал, что действие его новой игры происходит в небольшом открытом мире. Небольшой открытый мир. Так круто звучит. Открытый, но небольшой. Небольшой, но открытый. Да, комната одна. Так, а делай что хочешь. Можешь сидеть на диване. Открытый мир, да. Можешь постримить игру. Можешь посидеть на кресле, за столом, чашечку взять. Таким образом, открытый мир был уже во вступление к Биошок Инфинин, где можно было пройти по комнате. Можно было вообще не выйти, понимаешь? Да, свобода действия просто стопроцентная. Ладно. Вот. Он рассказал следующее. Крупных одиночных игр со ставкой на сюжет становится все меньше. Речь о таких играх, как Биошок. Дело в том, что они очень дороги в производстве и продавать их по сниженной стоимости невозможно. А игроки, покупая проект за 40, 50 или 60 долларов, хотят играть в него дольше 10-12 часов. Сплакнул Левин. Да. Вот. Именно поэтому, по его словам, новая игра будет в открытом мире. Таким образом, автор серии Биошок попытается повысить реиграбельность. Попытается. Мне вот это нравится. Но не факт. Получится, нет. Мы узнаем уже после релиза. Реиграбельность проекта. Главной особенностью которого останется сюжет, слава богу. Когда был Левин, наша задача дать игроку больше возможностей и больше вариантов пройти то или иное место. Разумеется, это не так просто. Сейчас мы лишь экспериментируем над новой формулой игрового процесса. Короче, до 2017. Короче, бла-бла. Вот. Ну, то есть он сказал, ну, как будто эту речь он мог сказать после того, как ушел вообще. Ну, после того, как расформировали как бы Рейшнл Геймс. Он мог на прощальной вечеринке вообще нажаться и даже самому своему коллеге сказать. Да, да, да. Слушай, никто не покупает игры по 12 часов. Я тебе говорю, буду сделать в открытом мире со ставкой на сюжет. Все, я такой, короче, бум ушел. Ухожу работать в Rockstar. Да. Напомним, что, да, после выхода Bioshock Infinite и двух дополнений Burial at Sea, компанию Иррэйшнл, можно сказать, не закрыли. Но она набирает персонал. Не закрыли, ее расформировали. Дисмист. Да. Как-то свистнули в свисточек и все такие. Да, сам Левин остался под крылом Take-Two Interactive и, собственно, Ирэйшнл Геймс, она как бы не закрыта и набирает вообще сотрудников. И, собственно, сотрудники Ирэйшнл Геймс до сих пор пользуются сайтом, ну, как бы активно. До сих пор пользуются интернетом. Ну, фантомная студия, в общем, Ирэйшнл Геймс. Это сократилось до одного Кена Левина, походу. One Man Army. Который делает, да, свою игру мечты. Какую-то? Да. Не делает игру мечты, расстроился человек. Ты слышишь в его цитатах, сколько боли не нужны никому? Это был сарказм, Захар. А ему не смешно? Ему не смешно? Нет, уверен, что нет. Ну, пусть не будет тряпкой, будет делать такие же игры, как Bioshock. Он будет говорить, да, кто не хочет покупать мою игру? Пускай не будет тряпкой. У него синдром Филла Фиша. Пускай он ест дошираке. Вообще нет. Пускай ест дошираке, он художник или кто? Ну, понятно, да, художник должен голодать, да, естественно. Да, художник должен работать. Скажи это создателям... Господи, что там обогатилось? Обогатилось-то последнее. Minecraft? Хотя бы Undertale, я не знаю. Они неплохо там денег сгребли. На чем? Играл в Undertale? Нет. Хорошая игра. На пока. Окей. Ну, то есть, ну, нет, мне кажется, неправильная позиция, действительно. Ну, мультиплеера, конечно, не было, и действительно проходило за 10-12 часов. Но вот Bioshock Infinite, им Хоа, и первый Bioshock, и, может быть, второй Bioshock, не знаю, не играл, не канон. Он свои деньги, но реально отбивает. То есть, по эмоциям, это такая славная игра, что, ну, не жалко заплатить. Поэтому я говорю, это, ну, то есть, когда кто-то творец, условно, делает что-то, а потом оправдывает свою игру, мне кажется, это звучит странно. Ну, то есть, Левин сделал хороший проект. Зачем он до сих пор оправдывается, что он короткий, я не понимаю. Ну, ладно. Ну, то есть, он сам не понимает, что он сделал хорошую игру, или что? Зачем он до сих пор оправдывается, что он короткий? Недавно мы писали, что вывесили объявление на сайте, на портале Rational Games о поиске сотрудников для разработки, ну и говорили, естественно, для разработки шутера в открытом мире. Видимо, это тот самый проект от Левина. Пожелаем Левину, но ему уже точно не дадут такой бюджет, как дали на Биошок. Ну, это спорно. Я думаю, в принципе, могут дать. Посмотрим. Могут просто дать мне на синглплеерную игру. Есть очень большие опасения. Не, я имею в виду не про следующую игру, а вообще в целом Левин может получить бюджет, если захочет. На шутер в открытом мире вообще где-нибудь, онлайн-шутер. Escape from Tarkov какой-нибудь. Ладно, перейдем к другим прекрасным новостям. Нет, грустным. Релиз, да я просто сказал, я даже не знал, как это. Я плачу. Релиз карточной игры The Elder Scrolls Legends перенесли. Вице-президент Bethesda Software с Пит Хайнс. У меня такое ощущение, что в Bethesda работает два человека. Пит Хайнс и тот Голлор Кэш. Президент и вице-президент. Один делает Fallout, другой делает Elder Scrolls. Объявил, что релиз карточной игры The Elder Scrolls Legends отложен до 2016 года. Но я думал, что она выйдет, конечно, в последние 10 дней этого года. Ну вот, собственно, один из фанатов в Твиттере тоже спросил, выйдет ли она в этом году, как и обещали. Да. Когда выйдет конкретно, пока что не уточнили. Да, в Твиттере действительно Пит Хайнс опубликовал эту информацию. Отвечаю на вопрос одного из поклонников, которого зовут Кирилл Кругляков. На секундочку. То есть, наверное, наш соотечественник. И Пит сказал, боюсь, вернее всего, будет сказать, что The Elder Scrolls Legends не выйдет в ближайшие 15 дней. То есть, на 16-й день она выйдет. Фиг знает. Нет. Когда там? Первого января еще играют в Elder Scrolls Legends. Это в Elder Scrolls Legends. Да, топи. Bethesda Software анонсировала карточную игру The Elder Scrolls Legends этим летом на пресс-конференции перед Е3 2015. Почему перед, когда на? Ну, конференция как бы физически проходит по таймлайну раньше, чем сама Е3. Тогда разработчики заявили, что выпустят проект до конца года, но не шмагли. Да, вот хочется сказать, не шмагала. Но зато выпустили. Ничего себе, какой-то по-арабски получилось. Причем, знаешь, они такие сидят, такие, ну что там, мы ее анонсировали. Наверное, никто не заметит, что мы обещали в 15-м году. Давайте сейчас тихо посидим, там в Fallout, я пусть играю, там в Shelter. И тут Кирилл, Кирилл заходит в интернет и такой, я хочу... Хартстон надоел, да он сплошной хочу. Elder Scrolls. Заходит такой онлайн в Википедию, написано 2015 год. Так, заходит в Twitter и такой, Пит. И такой, сейчас я одену свой костюм борца справедливости. Моя святая броня, да, я иду на войну в интернете. В любом случае, да, не увидим Elder Scrolls Legends в этом году, увидим когда-нибудь в будущем. Неплохо, в карточных играх надо шлифовать баланс. Пускай ребята делают это с честью. Да, пусть делают это столько, сколько им понадобится. И напомним, что... Потому что... Мы напомним... Ладно, это не в тему, но все равно, Zelda Scrolls Online, вы можете получить 1 миллион долларов, если укажете крутую причину, почему вы играете в Zelda Scrolls Online и поиграете в Zelda Scrolls Online. Так что, будьте любезны. Может, вам вернут эту сумму, выдадут сумму паками в Zelda Scrolls Legends. Будет занят. Я, честно говоря, очень жду, потому что мне интересно. Потому что мне интересно. Да. Точка. Я очень жду, потому что мне интересно. Да, потому что хочется в них верить. Хоть в трейлер лепить реально, но удаст только сочная фраза, молодец. Следующая новость. Следующая новость, не менее сочный трейлер. Дэнни Трехо, Трехо или Трехо, как вам больше нравится? Хик знает, пишется Трехо. Ну, вообще, Дэнни Трехо. Трехо, да, насколько я знаю. Снялся в рекламе любительской модификации для CS GO. Мы живем в чудесное время, когда игры от Blizzard получают рекламу в кинотеатрах, а Дэнни Трехо снимается в рекламе «Мода». На секундочку. Окей. Голливудский актер, снявшийся во многих фильмах на вторых ролях в основном, потому что, ну, помимо Мачете, да. Вот. Он имеет очень колоритную внешность. Снимался у многих именитых режиссеров. Вообще, очень приятный мужчина, я так могу сказать. Знаешь, на него смотришь и прям добро веет от его лица. Добро веет? Да. Окей. Он известен не только как актер фильмов, также актер озвучки, и вообще классный парень, как я уже сказал. Он снялся, помимо этого всего, и в рекламном ролике любительской модификации CS GO. Головорез. Наверное, любят покатать, наверное, в CS GO. Да, конечно. Я прям вижу, как он целыми днями катает, и еще по TeamSpeak. Я сейчас тебя завяжу. Не обижайте людей, у которых в Нике есть Трехо. Это будет оказаться плохо для вас. Головорез, так называется, рекламируемый актером набор неофициального оружия, выставлен на общественное голосование за включение в игру. Мне кажется, поэтому так серьезно подошли к вопросу. Но при ближайшем рассмотрении участие Дэнни Трехо во... Ну, это не случайность, по сути. Потому что... Даже самая лучшая часть. Модификацией занимается Крис Ле, сценарист и режиссер фильма «Хуарес» 2045. Господи, это что-то царское должно быть. Какой-то позывной, наверное, или фильм про Мексику из будущего. Да, главную роль, в котором, собственно, сыграл Дэнни. А он, как известно, в фигне всякой не снимается. Да, естественно. Вот. И это не первый опыт кинорежиссера на попыще модостроения. Он также делал модификации для CSGO раньше и для Dota 2. Это озвучка Трехо для Dota 2. Incoming. Следующее вообще, что вы услышите. Да. «Хуарес» 2045 выйдет 30 июня. Вышел уже? 30 июня 2015 года. Незаметно для всех. Я вижу режиссер. Подожди, открой, пожалуйста, обратно. Режиссер, сценарист, оператор... А, нет, оператор другой. Хорошо, да. В общем, примерно все главные роли с точки зрения продакшена взял на себя этот самый Крис. Ле или Ли? Ле. Крис Ле, да, который, наверное, друг от Трехо и в свободное время еще и ваяет скинчики. Кинчики и скинчики. Слоган его жизни. В общем, я сейчас быстро посмотрел трейлер на переморочке и могу сказать, что это лютая трешачина. Надо обязательно посмотреть. Да, в общем, все, как вы любите. Там огромный боевой робот с макаронницей. Ладно, пока происходит такая дикая какая-то хренота. Дикой, я бы сказал. Посмотрите, кстати, ролик со звуком, он довольно забавный. А без звука он довольно унылый. Тем временем создатели Armored Warfare Project Armata дарят игрокам танк Type 59. Obsidian Entertainment объявила, что в Armored Warfare Project Armata появился китайский танк. Ну, а вы что хотели бесплатно? Все игроки получат боевую машину в подарок. Нужно только до 10 января зайти в игру и техника окажется в ангаре. Да, техника называется Type 59 Legend. Да, Legend. Прямо как The Elder Scrolls. Но выйдет в этом году. Но выйдет в этом году, в отличие от. Премиальный Type 59 это первый китайский танк в игре. Для него разработчики нарисовали эксклюзивный камуфляж. Кроме того, он поставляется с полностью обученным экипажем предельного китайского уровня. Представители Obsidian Entertainment пояснили, что это китайское переосмысление Armored Warfare. Пояснили, что Type 59 повышает число получаемых за бои кредитов на 50%, также увеличивает репутацию и опыт за сражение на 20%. Как все китайское, что на вас надето. Как и другие премиумные танки, он не нуждается в исследовании узлов, повышает шансы попасть в топ-команд и позволяет получать свободную репутацию уже с первого боя. Подробнее о новой технике можно узнать из ролика, который прикреплен к нашей новости, и который вы сейчас, наверное, видите у себя на экранах с тираниями великолепного Василия. Василия, да, неповторимого. Напомним, главное, танк могут получить все новую игрушечку. Для этого надо просто залогиниться в игре до 10 января, и танк появится в ангаре. Наверное, Арик уже ножки у него дрожат. Да, действительно дрожат. В любом случае, царский подгон. Это никак не связано, но тем не менее, да. Ну, такой новогодний подарок, да, это хорошая практика от разработчиков. Приятно, мы любим подарки. И мы будем раздавать вам тоже подарки на новогоднем стриме и марафоне игромании, который начнется здесь сегодня в 3 часа дня. Напомним об этом, потому что таких хороших новостей много не бывает. Но есть еще одна хорошая новость, которую я хотел рассказать. Ты знаешь о ней, да? Ну да. Ну да. С 21 по 10 января, 21 декабря по 10 января, в приложении игромании для iOS будет дичайшая распродажа. Скидосы на подписки и номера, и вообще все отлично. Успей зайти и накупить себе игромании на весь год вперед. Можно подписаться, пока там кризис не сделал свое черное дело, еще очернее. Можно подписаться на цифровую игроманию и получать все номера за день раньше, на день раньше выхода физической версии журнала. Да, может и спойлерить другим, если покупаешь, читаешь такая. И сразу оценки своим друзьям говоришь, что они такие, да ты засранец, ты мне уже «Звездные войны», сколько же можно? Будете обладателем тайных знаний. Носителем тайных знаний, да. У вас целый день можно вообще от корки до корки прочесть при упертости, до того, как другие вообще получат доступ к журналу. Все это очень дешево и очень доступно, плюс еще есть какой-то набор спецномеров, по-моему, там сейчас... Я думаю, что мы завтра подробно расскажем, да, но для тех, кому не терпится, да. Можно сделать это уже сейчас, потому что акция, наверное, стартовала. 21 числа она стартует сегодня, сегодня, как если еще даже не стартовала, то скоро начнется. Да, в любом случае, сун. Если вы хотите провести с игроманией весь следующий год, то вот хороший шанс оформить подписочку или купить номера по крайне выгодным ценам. Перейдем к следующей новости. Yes. Намка Дамдай намекает на скорый анонс новой игры. Очень жирно намекает, конечно, потому что там написано «Мистери Гейм» и идет обратный отчет. Да, да, да. Мистериус. Ну да. Запустила Бандай Намка сайт-тизер неназванной игры, о которой пока ничего не рассказывается. На сайте таймер. Таймер истекает, я вам сейчас скажу. Кровью. Истекает кровью через 4 часа, 24 минуты, 29, 28, 27, 26 секунд и так далее. Вот, в Двиттере у них появилось сообщение «Can you feel the hunger?» Я, кстати, поел бы. Я бы тоже поел, да. Чувствуете ли вы голод? Вот засранцы, да? Так и норм было, а вот прочел и все. Плюс еще на сайте время от времени мелькает жутковатый слоган «Мы трофеи». «Мы трофеи» на каком-то... Немецком. Я не хочу перепутать. Я думаю, на немецком. Да, похоже на немецкий. Официальная игра состоится, скорее всего, когда истечет таймер, то есть через 4,5 часа. И мы завтра про нее расскажем. Давай погадаем. «Голодные игры The Game» просто. От «Намка Бандай», от первого лица, «Кооператив». А что с голодом вообще с ними было? Слушай. Про голод. Вампиры, может, какие-нибудь? «Бандай Намка»? Да, что им принадлежит? Был сериал «Lost in C» небольшой, по-моему. А может, и не им. Ну, кому это «Legacy of Kain» принадлежат всякие и так далее? Ой, ну прям возьмут и анонсируют, да, вне всяких игровых выставок и так далее. Ну, а вдруг? Ну, я вообще не уверен, что это им принадлежит. «Legacy of Kain». Ну, это я так пальцем в небо, нет, это вообще не им принадлежит. Я бы не рассчитывал, но мне кажется, какая-то выживалка будет в любом случае, если тут голод как-то фигурирует. Я надеюсь, что это, ты не поверишь, «Солкалибур». Я хочу «Солкалибур», блин, они достали уже реально своим «Текеном». Хочу «Солкалибур». Я вижу «Текен», люблю «Солкалибур». Я могу тебя понять. Хочу «Солкалибур», неважно. Хочу «Солкалибур». Могу тебя понять, но голод, мне кажется, там ни при чем. Я думаю, какой-то новый IP, какой фиг знает. «Мистерия с гейм». В общем, гадать, мы не в состоянии, можем только работать с имеющейся информацией. Можно еще порадоваться за компанию «Фанком», которая работает над тремя играми о Кононе, потому что одна игра о Кононе, это недостаточно хорошо. Нужно три. Какая-то из них да получится. Студия «Фанком» объявила, что работает с разными тремя играми по мотивам повести о воине-варваре Кононе. Первый проект официально анонсируют в январе, а два других представят в течение года. То есть ждать еще, и ждать, и ждать. Есть мысль? Есть. Это будет «Сталкер 2», я про «Бандай Намка». А, может быть. Разработчики, ну, либо хотя бы похоже будет. Разработчики пояснили, что сотрудничают с «Конон Пропертиз», владельцем прав на бренд «Конон». Именно в рамках этого сотрудничества. Я представляю, их просто люди с голыми торсами в шкурах сидят в каком-то таком офисе. «Конон, вы пришли в «Конон Пропертиз», здесь че надо?» Такие там на привязи волки какие-нибудь дикие, которые сорвут на тебе. На тебя, если ты скажешь какую-то ерунду. Я хочу сделать фас! Три игры! Именно в рамках этого сотрудничества норвежская студия, Норвегия, викинги, будет создавать игры о приключениях варвара. Все три проекта, по словам представителей «Фанком», выйдут и на ПК, и на консолях. Имеется в виду, естественно, консоли от Нинтендо. Нет. Имеется в виду любые консоли. Студия «Фанком» уже работала над игрой во вселенной «Конон». В 2008 году вышел многопозитетский ролевой проект «Age of Conan» «Heborean Adventures», который был крутым, но про него быстро забыли, потому что была Вовка. Был недостаточно крутой. И Вовка тогда была очень крутая. Там выходили прям свежие дополнения, все прям ходили в рейды, как в первый раз. Прогуливали работу, прогуливали учебу, прогуливали жизнь. И поэтому, к сожалению, в «Age of Conan» было не так много возможностей как-то себя проявить, несмотря на то, что она обладала очень симпатичной картинкой и неплохой боевой системой. Тем не менее, игру закрыли, не закрыли, я не знаю. Если не закрыли, то она в «Коме». В любом случае, про «Кон» она давно ничего не была. И это первые проекты с 2008 года намечаются, то есть за 7 лет. А это не мало, это примерно консольный цикл жизни. Подробностей, естественно, как только, так сразу. Пока что больше их нет. Ну, я вот глянул их список игр, которые на Википедии. Тут кроме «Longest Journey»-то ничего и толкового вроде бы нет. Ну, слушай, нет, подожди. Это студия, в которой работал Рагнар Тон. Да, «Longest Journey», все. «Longest Journey» и «Dreamfall», «The Longest Journey». Это уже как-то две. Да, но я имею в виду вся серия. А помимо этого, да, их самая сильная сторона, несомненно, была квест. Ну, то есть, вот игры типа «Winter Gold», «Less Ness», «Speed Freaks», «Samurai Showdown», «Nightmare Circus». Если ты посмотришь по датам, то тут после нулевых не так уж много и вышло. Ну, да. Всего четыре игры. «Energy Online», «Secret World», «The Park» в 2015 году, «Survival Fall». Между прочим, о котором мы говорили в этом эфире, вроде как неплохой. В любом случае, ну, Торквист рассказывал, когда вы в интервью, перед тем, как он открыл Kickstarter компанию, может после того не суть, рассказывал, что он хотел делать новую часть Dreamfall, а ему сказали, ты не будешь делать новую часть Dreamfall, ты будешь делать… Игру про Конона. Нет, ты будешь делать онлайн-игру под Dreamfall. И он сказал «F you guys» и пошел собирать деньги на Kickstarter и собрал, и уже почти выпустил Dreamfall. И даже графику подтянул. Сама фанком без Торквиста фиг знает, что может сделать, честно. Глянем. Не фанат, не прочее. Интересно, что будет по Конону. В любом случае, да. Я бы хотел какого-нибудь… Год оф Вор, да. Год оф Вор, и все. Даже делать ничего нет. Берешь работающую механику, вставляешь туда Конона и другие какие-нибудь, ну, всякие фэнтезийные. По мелочи. Из книги, все, что есть просто застосуешь. Врагов туда, короче, посыпал. Да, и никакого онлайна, и все. Никакого онлайна, однокнопочный геймплей, и все будет зашибись. Ребята, не запатентованы. Я, кстати, не шучу, будет зашибись. Ну, кстати, если сделаете талантливо туда. Ладно. Перейдем к следующей новости из Японии. Частично. Окей. Ладно, смесь японско-европейско-американская новости. Будь ты озвучь уже. Ладно, ладно. Для Dragon's Dogma Dark Horizon на ПК выпустит дополнительный контент. Ты пока что озвучу, у меня есть по этому поводу царские просто… царские комментарии. Я тебе больше скажу, ты пока смотри царские комментарии. Он здесь, на сайте? Да, один из них, да. А, хорошо, там всего, по-моему, два их, нет? А, нет, больше комментариев. Я перепутал со статьей про новость про Конана, где два комментария. Давай. Вот, но суть не в этом. Суть в том, что консольный фэнтезийный слэшер от Capcom появится в Steam 15 января. Мы обязательно будем стримить. В PC-версию войдут все дополнения, вышедшие для PlayStation 3 и Xbox 360. Вдобавок, игроки получат новую карту эксклюзивной миссии и врагов. За предварительный заказ издатели подарят 300-страничный артбук с концептами и саундтрек в формате MP3. Флаг. Флаг. Да. Также стали известны системные требования. Для минимальной игры понадобится Intel Core i5 660 CPU и оперативной памяти 4 ГБ. Видеокарта Radeon HD 5 870. Довольно щадящий режим вроде как. Даже у меня дома пойдет. Да. Да. А рекомендованные требования там побольше, естественно. Там Intercore i7 8 ГБ оперативки и NVIDIA GeForce GTX 760. Ну, в целом очень щадящие требования, кроме оперативки, наверное. Да. Потребуется 22 ГБ свободного места на жестком диске, операционная система не ниже Windows Vista и широкополосное подключение к интернету. Поддерживаются все виды геймпадов, включая Steam контроллер. Но, а, ты сначала или я? Я нашел. Потому что у меня тоже есть один комментарий. Хорошо, давай ты. Трейлер сделан четко для ПК. Ты видел? Ты не смотрел? Не смотрел. Фишка в чем? Трейлер, трейлер показывают. Ну, там графика не сопредельная далеко. Ну, то есть показывают вот эту всю графику. Там фишка в игре, там в сюжете и так далее. И такой, доступно в 4К гигантская надпись. После чего 60 FPS. Я вижу, как пока бояре такие дааааааааааааааааааа. Не, ну графика, ну это же вопрос четкости и плавности ты сейчас озвучиваешь. Обычно просто, ну так, чтобы прямо на экране, описали большими 60 FPS. Я это люблю. Я очень хорошо обстепляю все время разработчики BattleBlock Fiat и выпускаю свою игру на ПК. Это студия The Behemoth, которая сделала Castle Crashers и Alien Homies. Столько незнакомых названий, наверное, мало кто слышал в прямом эфире. В общем, у них игра сделана чуть ли не на флэше, и когда они выпускали на ПК, они такие, у нас разрешение 4К, нет, у нас разрешение 8К, знаешь, там переклеивают прям эти цифры на экране, там 60 FPS, нет, у нас 120, да у нас 260 FPS. И при этом игра, знаешь, выглядит точно так же, она просто двухмерная флэшевая игра, то есть там, когда идет геймплей, в этом совершенно нет смысла. Важный комментарий у нас на сайте 19 апреля 2013 года. 2013 года пользователь с ником Маршал Жиков написал, а можно на ПК, пожалуйста, про Dragon's Dogma? На что ему другой пользователь ответил зарисовочкой, якобы из офиса Капком. Ребята, у нас тут на игромане.ру пользователь по имени Маршал Жиков просит портировать Dragon's Dogma на ПК, а больше он ничего не хочет, он написал, пожалуйста. Быстрее за работу, парни, начинаем портировать. 2013 год, сейчас на дворе 2015 год, 15 января Dragon's Dogma Dark Horizon выходит на ПК, и вы знаете, кому надо сказать спасибо. Да, спасибо тебе, Маршал Жиков, за то, что мы поиграем в Dragon's Dogma на ПК, в царских 4К, 60 фпс и все по красоте. Это лучший, пожалуйста. И еще подгон в виде специального DLC. Именно, пожалуйста, пишите побольше в интернатах вот этого вот дерьма. На сайте игромане.ру. Портируйте. Только на сайте игромане.ру желания сбываются. Потому что это именно то, что читают вообще разработчики, там, за ласта фас на ПК, вот что-нибудь такое. Попросите нормальные вещи, халфу третью. Ну, в общем, мы знаем, вы умеете. Вот пруф, больше пруфов не надо, все готово. Следующая новость хорошая. Хорошая новость, но она такая созерцательная. Василий сейчас попрошу его быстро включить видео, потому что 12 минут мы говорить не будем. Но именно столько времени разработчики показали геймплей Mafia 3. То есть сейчас доступен большой геймплейный отрезок, то, чего мы ждали с лета. Ну, летом были небольшие отрезки, да. Сейчас показали еще один, потому что все уже забыли про Mafia 3 на самом-то деле. Да, забыли. Она пока что не светится особо в релизах будущего года, потому что у нее нет даты релиза. Но, тем не менее, она вот где-то там, в 2016. Игру анонсировали на Gamescom 2015, тогда же показали первый трейлер, который мы в прямом эфире транслировали. А теперь авторы представили 12 минут геймплея игры с комментарием творческого директора игры Хейдена Блэкмана. Напомним какие-то основные детали по поводу Mafia 3, пока вы смотрите геймплей. Главным героем станет ветеран вьетнамской войны Линкольн Клей. Сюжет перенесет нас в 1968 год. Действия происходят в городе, списанном с Нового Орлеана. Мир по-прежнему будет открытым, и разработчики студии Anger 1313 обещают сделать его живым, наполненным событиями. Авторы собираются привязать побочные миссии к основной сюжетной линии. И для продвижения по сюжету нужно будет искать информаторов, штурмовать убежище мафиози и зарабатывать деньги. Также в игре будет Вито из второй части. Да, в роли одного из генералов, по-моему, они так называются. Да, одно из группировок, которым можно будет... Не, он будет... Ну да, он именно... Его можно будет завербовать к себе в помощники. Ну да. Да. В игре появятся новые механики, например, допрос в мчащейся на предельной скорости машине. Вот необычные механики. Да, добивание также появится. Вот я смотрел немножко видео, да, и сейчас, знаешь, поглядываю. Заявлены разные подходы к штурму. Можно будет выбить ногой дверь и устроить бойню или действовать скрытно, как завещал Шинаки. Запланировано несколько концовок, зависящих от действий игрока, и не в последнюю очередь на финал повлияют помощники лейтенанта. Ну, у нас написали лейтенанты в новости, не знаю, насколько это... Лейтенанты, да, не генералы, а лейтенанты. Точность даты релиза все еще не называют по-прежнему, но обещают управиться за 2016 год. Ну, будем надеяться. Геймплей довольно бобытный. Те, кто ждут Мафию 3, посмотрите обязательно. Что-то конкретно комментировать по пре-альфам геймплея, ну, нельзя, в принципе, прям ругать или хвалить. Ну, слушай, там все видно. Уже все... Все, в принципе, так, как мы ожидаем. То есть никаких супероткровений я не увидел, но в Мафии... Ну, даже главное не геймплей, а атмосфера все-таки. Ну, не скажи. Вот. Ну, почему? Она все-таки игра, поэтому... Нет. Главное это геймплей. Главное и во всех играх, почти во всех играх. Главное геймплей, но в данном случае для меня важно, чтобы они вытянули атмосферу, потому что геймплей там стандартный. Они умеют делать геймплей. Мафию уже две части было, и там ничего придумывать не надо. Ты берешь старый геймплей, ну, хороший, плохой, неважно. Он есть, он играбельный. Тут главное атмосферу 70-х выдержать. Ножом в красоте. В этот момент, да. И будет то, что надо. Ладно, уже комментировали, господи, и на игромане уже не та, и во всех тысячи новостях. Фанатов очень много у игры. Кому-то понравилось, кому-то нет. В любом случае мы ждем чего-то более играбельного и крутого. Ну, возможности пощупать, так сказать, сами. Безусловно, да. А пока что вдвинемся к следующей новости, которую озвучит Артавас. Да, Rocket League заработала 50 миллионов долларов. Что немало. Это очень много и хрустящего кэша заработало. Давай, любимая, это больше, чем Order of 786. Ну, не факт. Не факт. Интересно, сколько. Ну, в смысле, ну, наверное, да. Не знаю. Мне кажется, больше. Если так, то обидно. Ну, ладно. Да нет, ну, не факт, в общем, да. Не важно, сколько кто заработал. Важно, сколько заработал Rocket League. Необычный футбольно-гоночный аркадный симулятор принес своим создателям полсотни миллионов долларов, как сообщил Дэйв Хеджвуд, основатель и глава студии Psyonix. Разработчики отдали созданию Rocket League 2 года и около 2 миллионов долларов. Не так уж много. Дживаго даже дал такую. Дживаго, да. Футбол завезли на консоли. Выпустив игру, они постарались сделать ее как можно более доступной. И, кстати, это заметно. То есть, вы начинаете играть, все очень просто, понятно. Ну, там, реально, одну кнопку нажал, все, ты уже в топе. Press X to win. Да. Нет, естественно, нет. На самом деле, она намного более доступна. Вот, они, да, максимально старались увеличить базу игроков. Они раздавали игру бесплатно в PS Plus. И вот это было чертовски правильное решение. Да, конечно. Вот чертовски. Я когда посмотрел, сарафанное радио сыграло огромную роль в их успехе. Вот, в основном, они начали работать с крупнейшими игровыми студиями, киностудиями. Начали добавлять машины разные и арены в игру. Например, арену из Mad Max'а фильма. Арена из машины из, ну, из «Назад в будущее», DeLorean. И для «Испортал», там еще были всякие публики. В общем, все по красоте сделали ребята и пришли к успеху. Что тут скажешь? Красиво делай, красиво будет. Да. 50 миллионов долларов, огромная сумма для инди-разработчиков. Ну, учитывая, что они потратили на игру 2 миллиона, то есть они, мне кажется, работают на компьютерах из денег. Кадр из Breaking Bad. Да, кадр из Breaking Bad. На пачках долларов просто. Да, да, да. Оно самое. То же самое сейчас происходит в студии Psyonix. С нетерпением ждем, что они смогут сделать с большими бюджетами. Потому что деньги, заработанные на играх, нужно вкладывать в игры. Это никто не сказал. Rocket League 2. Да. Черт. Нет. Rocket League с шайбой, как они сделали. Шайбой, да, новогодняя. Совсем задолбал шар, мы кинем шайбу, будем играть с шайбой. Респект таким ребятам. Да, ну, собственно, ты сейчас заговорил про шайбу. Давай напомним, что к Новому году они сделали ледяные арены и добавили в игру режим с шайбой. Вместо мяча шайба. Давай еще раз, повтори про шайбу еще раз. Не мяч, а шайбу. Отлично. А как это делать? Очень круто. Есть какие-то тонкости? Берешь шайбу. В руки или ногой пинать надо? Или клюшка нужна? Начинаешь пинать ее своей машиной. Машиной пинаешь огромную шайбу. Огромную шайбу запинываешь. В Rocket League у тебя всегда есть права. В Rocket League. Ладно, следующая новость. Мы не могли, то есть не так. Мы могли, но зачем-то решили вам рассказать об этом. Кажется, мы начали забывать, как выглядят новости про Fallout 4. Да, поэтому сегодня их две. И первая из них, Fallout 4 пройдена за один час. Что, кстати, не совсем правда, пройдена за 69 с половиной минут. Чуть больше, чем час потребовалось американскому студенту с ником Bubbles Del Fuego на прохождение сюжетной кампании Fallout 4. На сегодняшний день это рекорд, но это недолго. Азиаты, азиаты уже жмут. Азиаты. Уже на заднем дворе они и готовы побить этот рекорд. На твоем заднем дворе уже азиаты. Да, которые бьют все рекорды, если вы не поняли, к чему Захар клонит. Чтобы обеспечить предельно быстрый прогресс, игрок создал героя с высокой ловкостью, силой и выносливостью. Не Геворг, в общем. Не Геворг, вообще ни разу. Активировал талант Живчик, позволяющий быстро восстанавливать очки действий и убрал самую низкую сложность. Кроме того, он использовал баги, позволяющие проходить сквозь стены и запертые двери, как это было и в случае со спидраном Fallout 3, а также телепортироваться в нужную точку. Все эти хитрости можно увидеть в видеоролике, в котором спидранер, так называют людей, любящих пробегать игру на скорости, если вы не знали, это не имеет отношения к альтернативной фармакологии, демонстрирует весь процесс с подробными комментариями. Вы можете увидеть нашего героя. Это не первый забег Bubbles del Fuego. В 2019 году он прошел в Fallout 3 за 24 минуты. Неплохо, но рекорд сразу побили. Да, но рекорд был вскоре побит, и большинство багов с предыдущих игр в студии есть и в Fallout 4, говорит Bubbles del Fuego. Не знаю, сложно не верить человеку с таким мощным ником. Приятно, что даже учитывая баги и учитывая спидраны, на прохождение Fallout 4 все равно надо в целом в два раза больше времени, а то и в 3, чем на прохождение Fallout 3 на скорость. У меня, к сожалению, пока что нет времени нормально зарубиться в Fallout 4 и проходить. Не только у тебя. И мне кажется, это не та игра, которую надо проходить за час 9. Я вообще тебе скажу уже основную вещь. Я никогда не понимал смысл спидранов. Нет, ну... Нет, ну я как бы понимаю, но для себя вот... Нет, для себя его и нет. Я никогда не смотрел спидранов, то есть когда пытался смотреть... То есть спидраны интересно смотреть, когда не используют эксплойты. Я согласен. Не только в аркадных каких-то играх, там, ну, я не знаю, там, в контру, например, спидран. Я бы посмотрел, как человек круто играет, как он там... Да, да. А просто смотреть, как ты юзаешь эксплойты для меня было... Когда это скиллуха... Да, это круто. Было непонятно. Ну, и вот эта новость, она такая, то есть я скорее в негативном свете это воспринимаю. Ну, окей, чувак, молодец, за полтора часа смог с эксплойтами пройти игру. Ну, ты же понимаешь, что это просто баловство категории, там, я пойду... Я попаду в новости. Нинджи Гайден на гитаре, Захара, или я пойду на публике. Нет, это другое, это другое. Ну, там тоже есть скиллуха. Там баловство, там кайф посмотреть, как человек страдает. Ну, вот это вот. А тут ты смотришь, как человек проходит сквозь невидимые стены, и там, сквозь закрытые двери, и ты такой... Ме, окей, молодец. Ну, какой-то элемент скиллухи там все равно тоже присутствует. Безусловно, безусловно. Но я с тобой согласен, новость такая. Такая. Ну, такая, как говорится. Не занимайтесь этим, дети. Сейчас сделаем перерыв на одну новость, и снова вернемся к Fallout 4. Да, перерыв на одну новость в разделе кино и сериалы. Третий сезон Twin Peaks обзавелся первым тизером. Единственное, что нужно знать для фанатов Twin Peaks, что там играет нужная музыка. То есть вы включаете, неважно, что вам показывают, там играет тема Twin Peaks, и вы такой... О, да. Да. Вот, к сожалению, я не большой фанат, я смотрел где-то, наверное, половину сериала, причем не так, что я половину посмотрел, а половину нет. Я смотрел разные серии вот так вот, в перемешку. Я думаю, что, в принципе, ничего не понятно, как если смотреть с самого начала и до конца. Все понятно, слушай. Я знаю, кто убил Лору Палмер. Я читал тут известный... Башор. Ту известную цитату на Башорге, понимаешь? Но это неважно, потому что убийцу Лору Палмер находят в середине второго сезона, после этого идет еще где-то там 7-8 серий насыщенного какого-то мистического... Да. Криолина, я не знаю. Спойлер, который ты прочел на Башорге, он не совсем верный. Я знаю, мне многие говорили. Мне нравится просто сама цитата, она прекрасна. Если вы не боитесь спорить... Слушай, можно, наверное, или нет? Ну, слушай, с одной стороны... Ну, прошло уже 20... Сколько? С чем-то лет. Прошло 25, по-моему, нет? Вась, ты хочешь смотреть Твин Пикс? Ты боишься спорить? Ты знаешь, что Дарт Вейдер – отец Люка Скайуокера вообще? А ты знаешь, что Лору Палмер... Ну, ладно, фиг с ним, не будем говорить. Лору Палмер ради Василия. Особенно в новости про Твин Пикс, давай не будем, ладно. Ну, если сейчас заглянешь в чат, я уверен, там будет. Майкл Хорс появился также в ролике, актер, сыгравший в первых двух сезонах полицейского по прозвищу Ястреб. А вообще, Твин Пикс – это прекрасная, насыщенная, мистическая, детективная драма про то, как в небольшом городке убивают девушку по имени Лору Палмер. Как в красной комнате танцует карлик. При загадочных, да, при загадочных обстоятельствах, но там есть вторая подоплека, очень странные вещи происходят. Вроде там, не знаю, женщина, которая разговаривает с дровами, то есть у нее есть пень, который ей подсказывает. Люди, которые побывали по ту сторону, как сказать-то, реальности. Главный детектив, который агент Купер, который очень доскональный, всегда одет с иголочки, у него прекрасные дедукции, он все записывает на диктофон. Слушай, подожди, агент Купер это вот отсюда, что ли? Да, Корнеев Валера, который знаменитый игражур, он взял себе агент Купер как раз отсюда псевдоним, потому что ему, наверное, очень близок этот персонаж духовно. Но он такой педантичный, крутой, любит буддизм, верит в потусторонние силы, при этом всегда говорит все, что, ну, правильные вещи, всегда держит себя в руках и так далее. Дэйл Купер его зовут. Вот, и он приезжает в Твин Пикс для того, чтобы расследовать это дело. В Твин Пикс есть лучшая сцена в истории фильма, в которой я не могу озвучить, потому что она спойлерная и в чем она заключается. Но просто, и смотрел прям вот реально до мурах. Я после эфира тебе покажу, она просто вот невероятная в помощи сцены. Я, кстати, подумал бы посмотреть, но ты можешь мне показать, потому что, может быть, я даже ее видел. Наверняка, я думаю. В общем, сериал, у него есть только одна проблема. Он закончился на полусловия, реально. Нет, не в этом его проблема. Проблема его в том, что он вышел 25 лет назад. И визуально он немножко устарел. Ну, как тебе сказать. То есть люди, привыкшие к современным... То есть мне это норм, я, понимаешь, я человек из 90-х. Не игра престолов. Ну, то есть вот эти сериалы, которые последние, ну, где-то 15 лет вы смотрите, современные, но они выглядят на должном уровне, там, благодаря сериалам типа Lost и так далее, которые стартанули в начале 2000-х. Кстати, которые снял Джей Джи Абрамс. Да, Джей Джи Абрамс, великий чувак. Ну, это неважно. Великий, но это неважно. Вот. А этот сериал выглядит, как старый, хардкорный сериал из 90-х. Он не так плохо. Нет, он выглядит, по тем меркам, он выглядит вообще отлично. Во-первых, да. Во-вторых, недавно вышла отреставрированная версия в 1080p, как надо. Я не про качественный размер картинки, а в целом про метод съемки и так далее. Ну, то есть, в целом, ну, там зато есть пленочка, на которую можно смотреть. Там есть пленочка, там довольно стрёмненькие спецэффекты, прямо скажем. Ну, потому что... Ну, вот да. Ну, это не портит. Я недавно познакомился с Twin Peaks, где-то год два или два с половиной назад. И зашло просто восхитительно. И пересматривал даже. В любом случае, одна из героинь, кстати, в Twin Peaks в конце говорит, что, типа, увидимся через 25 лет. И вот прошло 25 лет. И не успели снять третий сезон Twin Peaks. Он должен был выйти в 2016-м, выйдя в 2017-м. Ну, фиг бы с ним. Ладно. Один лишний год подождем. Что еще показано в тизере? Мы очень быстро это... Ну, собственно, показано силуэт мужчины, похожего на... Лиланда Палмера, да. Да, отца девушки, которую убили. Да, все совершенно верно. Третьим сезоном занимаются сценаристы и продюсеры первых двух. Дэвид Линч и Марк Фрост. Марк Фрост согласился сразу. Дэвид Линч выкручивал... Выпендривался. Лампочки, да. И сначала... И такой, темно, не вижу вас. Ха-ха, меня нет. Честно сказал, что ему не хватило денег. После чего актеры из Twin Peaks записали вообще обращение к нему, что, типа, Дэвид, возьми себя в руки. И, ну, мы хотим... Ты уже старый, какие деньги? Да. Сказали ему... Причем, знаешь, странно слышать от Дэвида Линча, что ему денег мало. Не знаю, может, действительно совсем мало. Потому что он все время снимает такие, мягко говоря, артхаусные фильмы. Шудиверы. Ну, шадиверы, да. Такие шадиверы снимает, что вообще я удивляюсь, что иногда ему денег дают. При всем моем уважении к Дэвиду Линчу, особенно к раннему Дэвиду Линчу, там, конца 80-х, вообще я его обожаю. Поздний очень спорный. В мистике этот парень шарит, в любом случае. Он шарит в мистике. Он умеет хорошо снимать, интригу держать. Вообще, он красавчик, но, знаешь, он не снимает супервискобюджетные фильмы, поэтому... Ну, он визионер. Да, он визионер, и от визионера слышать мало денег. Ну, вот это я согласен с тобой. Кстати, у него там подушка для беременных в следующей новости. Вон она лежит. Странный чел. Ну, ладно, сейчас вы поймете, к чему я это. Главное, что главным героем продолжения третьего сезона вновь встанет Кайл МакЛахлин, который как раз играет агента Купера, у которого карьера, прямо скажем, вне Твин Пикс не очень-то и сложилась. Многим он известен по какой-то... Кайл МакЛахлин, он почему, он довольно... Ну, а где ты его видел, у Скруппы? У Дэвида Линча в синем бархете. Вне Дэвида Линча, я последнюю роль его помню, такую, знаешь, довольно популярную. В сериале «Как я встретил вашу маму». Нет, вообще-то он в этом же, если я не... Он же в «Сексе в большом городе» снимался. Ну... Извини меня, один из самых, типа, топовых сериалов. Вот один из самых топовых сериалов! Твин Пикс, а не «Секс в большом городе». Топовых не для твоей души, а по рейтингам там и по... Извини, «Твин Пикс» жалких два сезона, «Секс в большом городе» жалких десять сезонов и там две полнометражки, понимаешь? Измерять крутость сериала по сезонам, окей. Вообще-то это так и работает обычно. Нет. Ну, да, в глазах людей... Светлячок! Светлячок, крутой сериал, но... Один сезон! Но понравился малому количеству людей. Да. Денег никто не дает. Но сериал-то отличный. Сериал хороший, да? Все. Да, хороший. Вернемся к Fallout. Вернемся к Fallout. Не будем сейчас, это начнется за штуар, я чувствую. Мне хочется тебя чем-то кинуть. Другим человеком, карликом. Ладно. Давай, кинь меня. Тема дня. Ой, господи, это не моя новая же была, да ладно. Геймера сбила машина, пока он играл в Fallout 4. Вот так вот. Вы в опасности. В Fallout 4 играй, бойся машины. Про россиянина, которому Fallout 4 жизнь разрушил на секундочку. Он в суд подает, жена ушла и так далее. Они могут объединиться с этим парнем. Да, и теперь, короче, как все происходило. В городе Ирвинг, штат Техас, водитель Hyundai Sonata, перепутав педали газа и тормоза, врезался в жилой дом. В этот момент в помещении находился Бен Росс, и машина сбила его, когда он играл в Fallout 4 на Xbox One. Это знак. Да, это просто что-то с чем-то. Инцидент произошел 13 декабря. Главное, что мы даже знаем, на чем он играл. Это важно. На Xbox One, вот именно. Игра бы он на PlayStation 4, такого бы дерьма не случилось. Инцидент произошел 13 декабря. Водитель в результате аварии травм не получил, что забавно. А вот Росса увезли в больницу с повреждением позвонка и разрывом ахиллова сухожилия на левой ноге. Что, кстати, нифига не приятная травма. Сам игрок считает, что ему повезло. Нет, он купил Xbox One. Да, на чем речь. По его мнению, травмы могли быть серьезнее, если бы он не сидел в момент аварии в кресле на колесиках. Именно оно уберегло. Мне кажется, травмы могли быть серьезнее, если бы он не был таким огромным. И как бы за счет того, что он плотный парень, он... Ну, нет, ну серьезно. Если бы он был худой, он бы переломался пополам, с большей вероятностью. Нет, я сейчас ничего не имею против полных людей. Такого полотенца надо вне сейчас просто. Это, ну, мы говорим о реальности. Ну ладно, да. Еще надо жить на пятом этаже, как я, и тогда все будет нормально. Да, и ни одна машина, надеемся, когда он не едет. И только Делориан может въехать к Захару в окно, что не так уж плохо. Да, на самом деле, из этого можно извлечь выгоду. Сам игрок считает, что ему повезло. По его мнению, травмы могли быть серьезнее, если бы он не сидел в момент аварии в кресле на колесиках. Именно оно уберегло Росса, столкнув его в сторону. После разбирательства оказалось, что у виновника аварии нет страховки, поэтому лечение поклонник Fallout 4 должен оплатить сам. В связи с этим, Бен Росс запустил в сервисе GoFundMe компанию по сбору средств. Необходимые 10 тысяч долларов он собрал всего за 6 дней. Ну реально не повезло, парню сидишь, короче, играешь в Fallout 4, там, конечно, пустошь и вся фигня, и вот это вот все там происходит. И машин там нет, тебя как бы бояться нечего, по идее. И тут, короче, просто по наглянке реально вырывается какой-то чел на Hyundai, прости господи, Sonata, и берет и рвет тебе вообще сухожилие. Что за хрень вообще? Зубами причем. Это какая-то, ну, мне кажется, для бестеста это, конечно, хороший случай, ну, для пиара, окей, потому что это сейчас будет... Ну, ты заметил, да, что написано, что в Fallout 4 играл на Xbox One, в него въехала Hyundai Sonata. Ну, то есть, в принципе, то, что он играл на Xbox One не очень важно, и на Hyundai Sonata немножко не очень важно, как бы. Зачем эти подробности? Ну, они есть просто, с подробностями лучше, чем без них. В любом случае, он поправится, деньги собрал, лечение оплатит, все окей, Fallout 4 кармически запятнанная игра, будьте с ней осторожными. Да, вот есть у нас тут эти фотки еще из его дома. Ну, это, конечно, жуть, мне хочется почитать больше про того, видимо, не сильно обезображенного умом человека, который перепутал. Я не хочу сейчас обидеть, может быть, у него какая-то болезнь или еще что-то, но если у него нет болезни, я хочу посмотреть в глаза человека, который въехал в дом на машине. Не сознательно. Ну, я согласен с тобой, да. С другой стороны, там, как бы, ну, ты сам понимаешь, это Техас, там многие живут в частных домах. Еще такие постреливая из машины едут, такая, ха-ха, я без рук. I came to the wrong neighborhood, да. Этот, как его, ХОЦ, который изобрел систему без автоматического контроля машины. Такой, я без рук, я могу стрелять с двух рук. В любом случае, там, как бы, частные дома, и вдоль дорожки они стоят, перепутал газ тормоз и въехал. Ну, то есть, случится такое, могу, я могу себе представить, но все равно дикий случай. Ну, самое классное, что, как бы, ну, Fallout 4, не так важно. Когда я слышу, что автомобилист перепутал газ с тормозом, у меня случается какой-то заклин в голове. Когнитивный диссонанс. Ну, слушай, ну, со всеми случается. Может, был нетрезв, может, был нетрезв. Ну, ну, нормально, нетрезвым за руль. Нет, не нормально, никто не спорит, но причину, как бы, можно как-то отследить. Все, мы закончили. Это было последнее новость. Да, мы на этом закончили. Друзья, увидимся в три часа, начнется наш новогодний веселый марафон. Ну, приходите, специально для вас мы стараемся, чтобы все смотрели с трех и до конца. Чтобы все смотрели, потому что будем погибать и при этом раздавать вам подарки. Поэтому приходите, смотрите. Сейчас спасибо большое, что смотрели нас. На этой неделе игромания утром продолжатся, несмотря на марафон. С вами были Артаваст Марадян, Захар Бочаров и Василий Копейкин. Большое спасибо, что смотрели. Всех любим. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok